Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодняшнее наше видео будет посвящено обрезке винограда. Первый вопрос, когда же нам делать эту самую обрезку? Тогда, когда растение уже полностью подготовилось к зиме, завершило все процессы, у него вызрела лоза и опали листья. Но бывает, случается так, что у нас какие-то осенние заморозки, перешли, листья подморозили, листья опали, вот тогда не спешите делать обрезку. Дайте растению где-то еще 3 недели для завершения всех процессов. Ну, либо, если вам удобно, то есть в наших условиях обрезка это конец октября, начало ноября. Если вам удобно, вы вполне можете делать это позже, тогда, когда это будет для вас комфортно. Для чего вообще делать обрезку? Виноград, как и большинство других растений, закладывает урожай гораздо больше, чем может прокормить. И поэтому, если мы хотим получить качественный урожай, созревший вовремя, нам необходимо это растение немножечко... Кроме того, обрезка нам нужна для поддержания выбранной формировки в заданных параметрах. Значит, для себя мы выбрали верную формировку, как наиболее удобную, для укрытия винограда на зиму. Ну, даже если не укрывать, то хотя бы можно опустить на землю и предотвратить обмерзание плодовых почек. Итак, разберемся немножко с терминологией. То, что идет от корня и до нижней проволоки, это старая древесина, это рукав. Древесина здесь многолетняя. Дальше на проволоку мы наматываем плодовую стрелку. Основной принцип какой? Виноград плодоносит на однолетних побегах прошлого года. Ну, если мы говорим сейчас про осень, это вот они, однолетние побеги, которые выросли с весны, ну и до теперешнего момента. Их даже легко отличить по цвету. Вот старая древесина, она такая более шершавая, а это более гладенькие и более коричневые. С чего начать обрезку? Нам надо выбрать вот такой однолетний побег на плодоношение на следующий год. При наших формировках мы его выбираем приблизительно на середине между кустами. Но он должен быть удобно для нас расположен, довольно сильный и хорошо вызревший. Вот это наша точка центра между кустами. Здесь несколько побегов и среди них мы будем выбирать. У нас есть вот этот побег, вроде бы он нам подходит. У нас есть вот этот побег, вроде бы он нам подходит. Но дело в том, что они расположены, вот они идут практически перпендикулярно отсюда. И для нас это неудобно. Идеальный по расположению вот этот побег, вот он там идет. Вот это самый лучший для нас вариант. Кроме того, если возникает дилемма между двумя побегами, берите лучше тот, который чуть ближе к самому кусту. Итак, побег мы выбрали. Значит, теперь все лишнее, то, что идет за ним, мы обрезаем. Кроме того, наша обрезка идет без сучка замещения. Мы решили, что это, в общем-то, лишняя трата времени и необходимости в этом нет. Итак, вот наш побег. Мы удалили все, что дальше. Но также мы убираем все, что ближе идет к кусту. Особенно вот здесь. Оставляем где-то сантиметр невызревшее. Убираем вот это. Убираем вот этот. Убираем. А вот этот побег, вот отсюда он идет, мы его оставим, так как мы практикуем формировку со спаренными рукавами. Для чего мы это оставляем, все эти спаренные рукава и спаренные стрелки? Наши условия очень нестабильны. За зиму плодовые почки могут вымерзти по каким-то причинам. Могут выприть весной, могут быть повреждены мышами, могут прийти возвратные заморозки весной и тоже повредить. А так у нас есть всегда запас плодовых почек. Если их окажется больше, лучше мы их весной выломаем. Но, по крайней мере, мы себя здесь страхуем от вот таких неблагоприятных воздействий. Кроме того, в таком случае вот эта вот старая древесина многолетняя, она не так сильно толстеет. А для нас, что для нас является удобным при тех же укладках, при укрытии зимнем. И вот в таком случае, при таком расположении, со временем, вот этот рукав мы можем заменить вот этим. Сейчас с соседним кустом мы проведем те же операции, ну и покажем вам итоговый результат. Посмотрите, вот наш этот побег на плодоношение. Мы его до конца шпалеры примерили, отрезали. Но это в случае, если он сильно длинный. И то же самое мы провели со вторым кустом. Вот, смотрите, вот многолетняя древесина. И вот побег на плодоношение на следующий год. И обратите внимание, вот оно вот так вот висело на шпалере. Только мы отвязали. Бух, оно на землю упало. И очень удобно для зимнего укрытия, либо хотя бы так мыло запустили, снежок засыпал, и уже вероятности повреждений зимой винограда будет гораздо меньше. Вот так это все у нас будет выглядеть следующей весной. И еще раз для закрепления. Рукава у нас идут от корней куста под острым углом приблизительно до середины расстояния между кустами. Вот, рукава закончились. Началась плодовая стрелка, которая в следующем году даст уже плодоносные помеги. И то же самое с другой стороны. Рукав с многолетней древесиной. Приблизительно середина расстояния между кустами. И дальше пошла плодовая стрелка. По такому принципу мы формируем абсолютно все свои кусты. Но, к сожалению, не всегда получается так, как нам бы хотелось. И бывают некие исключения. Но, к сожалению, не всегда получается так, как мы планируем. Природа, погода может вносить свои коррективы. И сейчас я расскажу, что делать в такой нестандартной ситуации. Наш куст винограда. По-хорошему нам надо было бы оставить вот этот побег, либо вот этот побег на плодоношение. Ну, получилось, что погода вмешалась. Пришли заморозки. Эти побеги не вызрели. Они очень слабые, подмершие. Вверх там вообще не вызрившие. Что мы делаем в этом случае? В таком случае мы попытаемся сделать что-то вроде кордона. Ну, чтобы что-то у нас хотя бы на следующий год осталось. В таком случае мы эти побеги обрезаем на несколько вызривших почек. Ну, в нашем случае это будет где-то 3-4. Значит, здесь мы обрезаем, здесь тоже 3 оставляем. И здесь точно так же. Ну, вот этот побег, он у нас вызрел гораздо больше. Как понять? Попробуйте им похрустеть. Ну, сейчас на камеру оно может не хрустнет. Но у нас вот это вот где-то на вот этом расстоянии. Вот, слышно, пошел хруст. То есть здесь уже вызрело гораздо больше. Но мы смотрим, сколько у нас места на шпалере. Тут осталось где-то полметра. Значит, на этом расстоянии мы его и обрезаем. Вот он на следующий год у нас пойдет вот так. И теперь смотрите, вот так это будет выглядеть следующей весной. Мы-то, понятно, еще будем упускать на землю, укрывать. Но сразу, чтобы вам было понятно, весной это будет все вот так. То есть последний побег у нас в горизонт. И вот эти маленькие мы тоже горизонтально вот таким образом загнули. Ну, как видите, даже в нестандартной ситуации, когда что-то пошло не так, как нам бы хотелось, все равно можно найти какой-то выход. Это у нас еще один куст второгодка. Но этот куст уже гораздо более сильный, гораздо более мощный. И здесь по нашим формировкам, в общем-то, все прекрасно прослеживается. Четыре рукава. С той стороны все понятно. Один туда пойдет, один сюда. Этот тоже пойдет в ту сторону. Что делать с этой стороной? Здесь у нас четыре побега. По нашим формировкам нам надо выбрать тот побег, который будет немножко дальше. То есть приблизительно до середины между двумя кустами. Соответственно, вот этот побег мы убираем. Он нам будет мешать. Вот этот побег мы тоже убираем. Вот этот побег мы оставляем. И вот этот побег тоже убираем. Почему мы не оставили вот этот? Чтобы у нас все-таки был какой-то запас старой древесины. И повторюсь еще раз, чтобы у нашей формировки побег на плодоношение где-то на середине между двумя кустами. Вот смотрите, вот так этот куст будет выглядеть весной. Вот рукава в одну сторону пошли, два. И два рукава пошли в другую сторону. И еще один вопрос, как обрезать однолетний куст. Вот это у нас однолетний кустик. Как раз весной мы на нем же показывали, как мы его садили. И что с ним делать. Если куст не очень сильный, ну даже в принципе, как в этом случае, мы оставляем где-то по 4 почки. Ну 4 это тоже с запасом. Нам достаточно было бы 2, но мы оставляем по 4. Два побежика у нас получаются. В принципе, вот этот слабо. Но на всякий случай я его оставлю вот так. Вот тут вот раз на 2 почечки. И в этом оставлю где-то на 4. Если, ну, и так, значит здесь вот раз, два почка. Ну и здесь на всякий случай оставляем на 4. Все, это все мы убрали. Кроме того, даже если у вас, например, за первый год растение выросло очень сильно, очень мощно. Ну вот в этом году, этой осенью, пришли осенние заморозки и все невызревшее повредили. Значит, тогда мы убираем все невызревшее. Оставляем только нормальную, здоровую древесину. Либо вариант номер 2. Все было хорошо. У вас замечательный куст рос. Вызрел никаких заморозков. И вот выгнал вот такой большой длинный побег. Ну вот такие, понятно, даже если они длинные, вот такие тонкие. Оставлять их длинными не следует. Потому что вы только будете ослаблять растение. Если же, ну вот даже потолще немножко, чем здесь вырос длинный побег, то можете оставить его почек на 8, на 10, а весной уже посмотрите, потянет он нагрузку, либо не потянет. И тогда уже будем нормировать его зелеными побегами. То есть при работе с однолетним кустом надо учитывать его силу роста. Ну, либо классически просто оставляете 4 почки, и все. И дальше уже формируете 4 рукава. На сегодня это все. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свое мнение и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще, найдете ссылку на наш сайт с полным ассортиментом наших сортов. И, конечно, до новых встреч. Пока!